итак давайте посмотрим что же за счетчики у нас имеются наличие счетчик svd 15 с вт буква т и буква d этот счетчик для холодной воды а этот температурный то есть он может измерять холодную воду нет не так вам подается горячая вода но вначале допустим она идет прохладно скажем как не горячий до 40 градусов этот счетчик будет считать ее как вода холодно не знаю как у вас управляющая компания это будет оценивать но по крайней мере возможность такая есть теперь я хочу прочитать на сайте производителя некоторые параметры которые имеются допустим ну оба счетчика межпроверочный интервал 6 лет срок службы 12 лет проверка качества три ступени проверка нагрузки 11 тестов но это данные производителя то есть как он проводил все это делал я обращался в организацию которая делает по верху счетчиков у нас даже есть в наличии такие счетчики мы где-то на производствах устанавливаем то есть они заключали с кем-то договор покупали там большое количество счетчиках и и их устанавливали в квартирах говорит тоже есть но очень пока мало потом я обратился в управляющую компанию управляющая компания мне пока отказала сказала у нас недостаточной информации мы как бы проконсультируемся и возможно что эти счетчики вам поставим ну по крайней мере сейчас они не напрямую отказались устанавливать но тем не менее отказались сказали давайте мы немножко подготовимся теперь выносной дисплей срок работы батареек два года то есть 2 а батареечки работает два года срок службы счетчика 12 лет диагональ экрана 20 миллиметров световые накладки бывают пяти цветов так теперь я уже говорил о том что здесь существует антимагнитная защита счетчик защищен от внешних магнитных болей здесь мы видим сеточку здесь мы сеточку не видим стрелочки у нас вот так но счетчики могут ставится в любом направлении то есть эту сеточку можно вытащить поставить сюда и это как фильтр даже не грубая прям вообще очень грубая часть вот таким образом я покажу в разборном виде в разобранном виде я покажу в разобранном виде эти счетчики у правой в компании которая занимается поверкой счетчиков я спросил вы как делаете поверку меняете батарейки мне сказали нет пока мы не меняем никакие не батарейки ничего это нужны средства на это нужны батарейки и все остальное то есть корпуса таки это скорее всего на у производителя они должны это закупать либо закупать где-то еще допустим те же самые батарейки может быть дешевле где-то еще покупать не знаю как производитель к этому относится ну по крайней мере на сайте производителя имеется инструкция как же менять батарейки на эти счетчики то есть скриншоты я приложу все будет видно теперь вы также можете обратиться к производителю производитель да даст вам ссылку на скажем так на тот сервер на котором будут выкладываться ваши данные то есть вот та компания которая занимается поверкой мне руководитель сказал что у него есть такие ссылочки он правиль по ним проходит может посмотреть те счетчики которые они устанавливали так давайте я посмотрю еще документы вспомню но вернее расскажу вам расскажу какие бы есть документы на сайте производителя сертификаты и свидетельства я даже не перечисляю здесь несметное количество огромное то есть их очень много есть паспорта на счетчики на каждый из них то есть и паспорт счетчика газа паспорт ну короче на все абсолютно счетчики имеются паспорта имеются чертежи счетчиков так еще что есть чертежи счетчика воды инструкция по работе с приложением инструкция по монтажу и инструкция по замене батареек есть методика проверки счетчиков методика периодической проверки ну вот инструкция по ее можно скачать да давайте откроем ее в браузере вот допустим для замены счетчиков нужен такой вот инструмент как острый предмет отвертка ли шила канцелярский нож паяльник с регулируемой температурой возможности замена жала припой флюс для пайки канифоль улова отсос жало для паяльника типа микроволна или аналогично выносной дисплей или смартфон с установленным приложением счетчик или хант элемент питания здесь cr2477 его среднюю стоимость я выведу на экран подложка пластикового корпуса то есть она вот здесь стоит резиновое уплотнительное кольцо то есть вот такие нужны инструменты и запчасти ну и здесь уже подробно рассказывается как это все снимается как это все обратно ставится имеется все изображения все это делаете абсолютно четко то есть инструкция подробнейшая ну и в конце вот какое-то примечание а замок должен кольца должен соединен быть полностью то есть она так соединяется и примечание в случае возникновения сложности соединением замка обжима обжимного кольца принять к сведению что верхняя нижняя кромки обжимного кольца не одинаково то есть должны ставится про правильно верхняя кромка соприкасается с пластиковой частью корпуса нижняя с металлической ну короче вот такие вот инструкции имеются ну скажу вам сразу свое мнение поэтому по поводу этом еще этих счетчиков однозначно интересные счетчики однозначно я буду себе устанавливать ну после скорее всего обращение какому-либо юристу чтобы это было без проблем и сами понимаете достаточно прецедент создать чтобы один раз это сделать и потом уже остальным людям последствий будет это делать гораздо проще то есть уже управляющая компания будет понимать что это за счетчики как с ними работать и все остальное я вообще на месте управляющей компании не вижу никаких проблем по поводу установки все равно допустим если это счетчик там с цифрами это счетчик или хан какая разница вы однажды его установили и потом сами передаете данные вашему вашей управляющей компании а тут управляющей компании после считывания смартфоном не знаю раз в месяц если я считал то данные уходят на сервер на этом сервере управляющая компания видит сразу это все то есть ей не надо контролировать если даже они хотят проконтролировать они могут это сделать элементарно прийти со смартфоном на котором в квартиру на котором будет установлен счетчик ой установлено приложение счетчики или хант считать qr-код тут же данные все со счетчика попадут на смартфон проверяющего человека он вообще даже будут занесены сразу эти данные у него в приложении придя в контору он может свериться посмотреть эти 50 60 80 200 счетчиков которые будут в приложении то есть может их и а заглавит там набережная 26 там или еще что то то есть как хотите то есть абсолютно не вижу никаких проблем тем более счетчики со стрелками у меня никто никогда еще не проверял сколько они стоят я не знаю там десятки лет да ну не десятки пусть десятки можно сказать лет стоят счетчики никто никогда не проверял они наоборот их не проверяют им выгоднее не проверять если допустим они возьмут у меня был случай когда я пропустил очередную поверку счетчика а у них это отражено они просто начали считать как средний средний размер на каждого жителя этой квартиры и у меня по счетчикам получалось меньше чем без счетчиков и они без проблем без счетчиков обсчитывали меня я не понимал почему у меня квартплата повысилась а здесь вообще никаких не вижу проблем ну однозначно вот так вот хороший продукт после того как установлю еще раз естественно все посмотрю а есть видео я видел на ю тубе где молодой человек кладет счетчики на холодильник и говорит у него начало идти измерения воды ну ребята если вы хотите класть счетчики на холодильнике ну пусть они у вас тогда там и считают у меня счетчики будут стоять на воде а не на холодильнике мне это не нужно если даже я вот специально испытаю у меня счетчик холодной воды стоит в метре от холодильника там в метре от компрессора холодильника ну вот и давайте посмотрим давайте измерим будет не включая воду будут изменения или нет я обязательно в комментариях напишу к этому видео могу написать через месяц через два через три могу каждый месяц написать мне это сделать не трудно будет ну вот так вот если видео вам понравилось ставьте лайки если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях на этом все на этом все 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 все